Если послушать, вот сегодня, к примеру, Волочкова, не будучи никогда уже, я так понимаю, трезвой, пугая диковатыми поступками, бравастая, нетрезвая баба людей, выдала Алла Борисовна, возвращайтесь, фотографию там, где она присела по Лакейске рядом с Аллочкой, и якобы рассказывая о том, что Алла, ну показывая этим, что, дескать, Алла была такие близка, и вот теперь она на правах подруги просит ее возвращаться в Россию, слушай, возвращаться туда, где сейчас главенствует сумасшедшая Волочкова, Мизулина, верховодит шоу-бизнесом. Волочкова с Джигурдой, который клянется, что на фронт его не пускают, по причине того, что у него возраст зашкаливающий, уже он в активной пазе сошедствия с ума. Жалко, жаль Джигурду, потому что я записывал с ним интервью для ТНТ когда-то в рамках своей программы «Хуй с ху», там был и Джигурда, счастливо сошедший на наркоте с ума, там была и Тайчка, повали, твоя подружка. А он на наркоте, да? Ну, слушай, Дим, они все водители автомобилей. Все они не имеют никакого права и никакой возможности, рассказывая о том, как они якобы бухают, начиная от Бузовой, заканчивая Киркоровым или Биланом, простите нас, мы прибухнули пивка лишнего хлобыстного. Конечно же нет, они все водители своих автомобилей. Несмотря на то, что там у кого-то из них, кто там повыше, есть водители, кто пожиже сам рулит, как Джигурда, они не имеют возможности бухать. Потому что любой, это не Лос-Анджелес, там любой мент в любую секунду тебя остановит. Это здесь на дорогах нет никого, и просмотровые камеры волей народа сняты. Ты можешь на дороге творить все, что угодно, но если тебя поймают, то тебя прижучат. А в России, в Москве на каждом шагу висит камера, и любой вихляющий Джигурда, будучи спьяну, будет пойман. И я тебе могу заверить, что Джигурда – это жертва употребления запрещенных веществ. Это понятно любому дурату. Если ты на Москве увидишь машину с золотыми колесами, полностью обрамленную, золотым ковром укрытую, знай, это едет человек, который обслуживает интересы Киркорова, Бузовой, Джигурды и так далее. Это тот человек, который все им это призвал. Это их барыга, их слоняра. Понимаешь, Дима, будь в этом уверен. Ну что, ты, наверное, помнишь, был у Балабанова, у гения, я считаю, кинорежиссуры, фильм такой про уродов и людей. Про людей мы поговорили, начинаем говорить про уродов. И начнем с символичного урода времен позднего путинизма – шамана. Что это за чучундра такая? Ох, знаешь, мы были козла, тут ты приползла. Приполз Артемий Лебедев к Юрию Дудю и начал рассказывать о том, что шаман – это великолепнейший качественный продукт, который в самом деле был, до которого русский народ так был охоч. Я видел почитателей его творчества, я видел людей, которые жрут, собственно, початкивая этот продукт. Очень хорошо помню, как в конце 21-го, в начале 22-го года, перед известными событиями, опять же, у меня в стримах стали появляться люди, которые стали мне писать. «Шаман, шаман, а ты знаешь, есть такой шаман и все прочее, это какое-то такое волшебное творчество, и тогда неужели ты не знаешь?» Я стал заходить в чаты, буквально тут же хлопая на их профиле, есть ли эти люди. И это, как правило, были очень несвежие женщины в тревожных годах. Я уже тогда понимал, на кого направлено это творчество, собственно. Это все туда. Это все одинокие женщины, для которых любить Путина, стало нормой, потому что их, они уже в силу возраста для социума были нелепны. Это животы, это завивки, это стояние в очередях. Они где-то находили эти очереди, эти очереди отсутствуют как-то. Но они где-то находили и с удовольствием в них встраивались. Это какая-то безразмерная одежда, купленная даже через магазин на диване, через какие-то вот эти вот русские все эти сервисы, которые там до сих пор еще почитают, покупки этой страшной одежды черного, серого, коричневого цветов. Вот на них это все рассчитано. И эти копылы трученные. Они сделали рекламу этому абсолютному шовинизму, даже не понимая, что ими воспользовались. То есть это какая-то межумочная часть. У нас третий участник в кадре. Да, Роричка, как обычно. Это межумочная часть населения, которая сыграла эту службу. Ну и, конечно, женка его, Мартынова. Я думаю, что всем там рулит она, между прочим. А кто это? Да, это его жена. Это жена этого шамана. Она уходила от кого-то, пришла к нему, работала в мегафоне и так далее. А я думал, он гей. Я думал, он гей, нет? Про шамана много чего рассказывают. Слушай, ну когда ты смотришь на эти резиновые колготки и на этот жапец вполне себе, так сказать, упругий, то мысли разные лезут в голову. Конечно, если так ты посматриваешь... Дим, я знаю кучу народа, и это не женщины, у кого на шамана превстает. Собственно, и ты понимаешь, вопрос ведь не в этом. Это не сущностное. Суть в другом. Когда народ у меня спрашивает, по каким статьям судить этих людей, когда всё схлопнется? Когда за ними приходить? И что им пришпандоривать до их упругих жоп? Так вот, ты не поверишь, в Уголовном кодексе Российской Федерации до сих пор жива статья о призывах к агрессивной войне. По-моему, это 354-я статья. Могу ошибаться и извиняюсь. Это всё по-прежнему Уголовный кодекс. И это до двух лет тюрьмы. Я считаю, что это парочка под названием Мартынова и её вот этот вот муженёк, которые сидят на грантах, которые пользуются якобы своим возникшим влиянием и продают этого певца на всякие городские праздники, вот на всю эту шнягу. Понимаешь? Там в большинстве своём ведь не проданные билеты на концерты. Нет. Это городские мероприятия, бесплатные для народу. Там, в том народе всё на свете. И хорошие люди, которые антивоенно настроенные, ну просто с детьми приходят и помалкивают о своих устремлениях. И черни всякая, и плебс, и пьянь, срань, и дрянь, которая кричит при всяких удобных случаях «Убей, украинца!» и так далее. Ну и хорошие люди тоже приходят для того, чтобы понять, что им впихивают под видом вот этого певца. «Убей, украинца!»